Обнимашки с диктаторами. Обнимашки с диктаторами. Обнимашки с диктаторами. Вот мы сейчас с вами чуть-чуть поговорим об этом подробнее и вообще будем на нашем канале в ближайшие недели чаще выходить со спецвыпусками по Беларуси. Будем делать такой special coverage, специальное освещение событий, которые в Беларуси происходят. Там буквально как по калейдоскопе ежедневно все меняется. Вот наша прошлая передача это был интервью с главным редактором независимого белорусского оппозиционного сайта Хартия 97 Натальей Радиной. Мы тогда обсудили весь спектр кандидатов в президенты и потенциальные возможные расклады на выборах, возможные протесты и вообще смену власти в Беларуси. Ну там конечно просто трэш после этого развернулся. Даже я такого не ожидал, что озверевший диктатор Лукашенко, который почувствовал полную потерю народной поддержки и то, что от него в общем уходят даже бывшие его соратники. Он просто взял и посадил ключевого кандидата Бабарико, который по многим опросам лидировал. Это такой вовсе не профессиональный оппозиционер, а такой достаточно умеренный кандидат, который был человеком системы и 20 лет возглавлял дочерний банк Газпрома. Вот он вырвался очевидно вперед в плане поддержки на выборах, с перспективы их реально выиграть. Что сделал Лукашенко? Он тут же завел уголовное дело о каких-то там злоупотреблениях в Белгазпром банке, который Бабарико возглавлял. Тут же посадил и его, и его сына. Сейчас вот собственно сдачу подписей в избирком для регистрации кандидатом президента Бабарико уже осуществлял, когда сидел под арестом. Это делали люди из его штаба. Ну и в целом вот видно очень много кадров из Беларуси приходит, как жестко полиция и спецслужбы там пытаются пресекать какие-то оппозиционные акции протеста. Это все гораздо жестче, чем в России происходит. И видно, что ситуация действительно вошла в такой клич. То есть сейчас все в Беларуси гораздо более горячо, чем было пару недель назад, когда мы с Наташей Радиной вот впервые на моем канале эту тему обсуждали. Но вот я хотел рассказать свой взгляд на текущие белорусские события, попытаться спрогнозировать, что там будет дальше. И в том числе как-то отреагировать на огромную вашу обратную связь по прошлой передаче. Вот давайте обо всем по порядку. Ну во-первых, было довольно много таких скептических комментариев к прошлому нашему выпуску о Беларуси. Потому что мы говорили там, и Наталья Радина, мой гость, сказала о том, что в Беларуси по факту начинается бархатная революция. И Лукашенко у власти осталось находиться немного. Очень многие люди, в том числе те, кто там живет и кто следит за белорусской ситуацией, ну сразу написали, что это такой слишком оптимистичный взгляд на события. Что Лукашенко, конечно, будет сопротивляться, он будет жестить, он будет отмороженным образом применять силу и цепляться за власть и просто так ее не отдаст. И в этом смысле, вот после нашего прошлого выпуска было так много довольно критики такой, что мы слишком с оптимизмом смотрим в будущее. Смотрите, друзья, я даже согласен со многими вами, я согласен в том, что Лукашенко просто так не отдаст власть и еще рано ставить на всей этой ситуации крест. Но вы тоже должны понимать, что то, что сейчас в Беларуси происходит, это беспрецедентный политический кризис за все время правления Лукашенко, за все 26 лет его нахождения у власти. Такого кризиса у него еще ни разу не было, и вот ему придется очень постараться, чтобы в этой ситуации сохранить власть. Я, кстати, тоже думаю, что скорее всего он в итоге уйдет и власть не сохранит. И вот назову для этого несколько причин. Ну, первое, вот то, что мы видим, что ситуацию сильно отличает от всех предыдущих лет, когда тоже были выборы, были протесты, Лукашенко все фальсифицировал, люди массово выходили на улицу, там их били, арестовывали. Это все было, да? Но чем отличается ситуация сегодня? Первое, это то, что действительно бунтует сегодня вся Беларусь, а не только жители просвещенной столицы, не только Минск выходит на демонстрации протеста. Мы видим эти кадры. Абсолютно вся страна встала против диктатора. Это невиданный масштаб. Я помню, я очень хорошо помню, я вот институт закончил в 1994 году, когда Лукашенко пришел к власти. Я очень внимательно за всеми этими событиями следил вот в течение всех этих лет. Такого никогда не было. Чтобы реально вся страна в едином порыве встала против этого диктатора. Раньше все-таки все эти протесты, даже когда они были внушительными по численности, но это было видно, что это ограниченный протест. И это не вся страна, а только оппозиционно настроенная ее часть. Вот первое, то, что мы видим сейчас, это то, что действительно протестовать против диктатора выходит вся Беларусь. Вторая история. Вот, кстати, советую вам, если хотите, посмотреть просто интервью кандидатов в президенты, которые вот буквально еще позавчера были частью системы. Вот Валерий Цыпкало или Виктор Бабарико, которые являются одним из наиболее рейтинговых соперников Лукашенко. Посмотрите, как они о нем говорят. Посмотрите, в каких выражениях они говорят про то, что Беларусь при Лукашенко реально ей угрожает потеря суверенитета. Что ее поглотит Путин, и вот они как бы выступают против этого. Это вообще-то такой достаточно серьезный феномен. Я тоже такого в Беларуси раньше не видел, чтобы в таких жестких выражениях, вот вчерашние выходцы из системы критиковали Лукашенко и критиковали выстроенные модели управления. Это говорит о том, что вот есть такой термин в политологии раскол элит. Мы такого масштабного раскола еще в Беларуси не видим, но мы уже видим, как люди из системы переходят на другую сторону. И начинают говорить вещи, которые, в общем-то, еще недавно до этого были табу. Таким образом, вот если раньше протесты в Беларуси были, в общем, давайте откровенно говорить, таким уделом профессиональных оппозиционеров, ну, в этом термине нет ничего обидного. Это вот там, его же можно применить и к нам в России, там, ко мне, к Илье Яшину и Алексею Навальному, моим друзьям и коллегам. То есть это люди, которые последовательно занимают жесткую политическую позицию против власти много лет и вот всю жизнь с этой повесткой идут. Раньше все-таки протесты в Беларуси были во многом организованы именно такой профессиональной оппозицией, которая всегда была против Лукашенко. Мы сейчас видим, что ситуация кардинально поменялась. Что действительно вот те выступления, те протесты и та критика, которую мы видим, это, в общем, дело рук людей, которых еще вчера не было в политике. Что вот эти вот такие, называемые, системные кандидаты в президенты, что блогер Сергей Тихановский, другой популярный кандидат президента, который сидит с конца мая под арестом, он же тоже появился на политической сцене недавно, как ютуб-блогер, который просто ездил по стране и рассказывал правду о том, что в Беларуси происходит. То есть мы видим, что проявилось какое-то совершенно новое поколение людей, политическое поколение людей, которое вовсе не было никогда окрашено в какие-то профессиональные оппозиционные цвета в прошлые годы, но вот сейчас перешло в лагерь противников Лукашенко, очень резко себя проявляет и видно, что пользуются широкой поддержкой. Это тоже сильно отличает ситуацию. То есть ситуация перешла в новое качество. Вместо традиционного противостояния Лукашенко против вот этой профессиональной оппозиции, которая находится там, скажем, в своем углу ринга, сейчас это противостояние перешло в новое качество Лукашенко против всей страны. И вот с таким кризисом белорусскому диктатору еще никогда не приходилось сталкиваться. Обнимашки с диктаторами. Вот в этой ситуации белорусскому диктатору очень сложно придется в плане удержания своей власти на перспективу. То есть вот допустим, да, вот вы мне говорите, ну у него достаточно решимости и спецслужбы, и полиция под рукой, которые могут жестко подавить любые протесты, это раз. Второе, он сфальсифицирует и нарисует себе любые результаты президентских выборов, какие хочет, это два. Вот допустим, что он так сделает. Это достаточно легко предположить. Он на это способен. Он проявлял себя как абсолютно жестокий правитель в предыдущие годы. От него реально от Лукашенко можно ждать всего. Но вот то, что он будет удерживать контроль над страной в течение длительного времени, вот так сможет после всего того, что он сейчас творит, просто перевернуть страницу, сказать, ну ребят, все, вот у меня справка из Центра избиркома, я президент, и теперь забыли, двигаемся дальше. Я абсолютно не вижу, как это возможно. Я не вижу, как Беларусь сможет двигаться дальше, вот после всего того, что происходит, и каких-то трагических вещей, которые еще, допустим, могут произойти, да. То есть эта ситуация всенародного возмущения, она никуда не уйдет. Если там, например, появятся еще какие-то преступления, будут избивать по беспределу, сажать людей, если еще кто-то погибнет в процессе, а скорее всего вот жесткое подавление протестов, оно связано прежде всего с таким риском, мы с вами знаем, как работает этот эффект. Когда власть начинает чрезмерно жестить, то уже очень широкие слои общества, которые раньше даже и не были в политике, и старались от нее держаться подальше, даже они начинают выступать против. Мы видели с вами, как это происходит год назад, летом 2019 года в городе Москве. Когда прислужники власти из числа силовых структур жестоко и показательно на глазах у всех избивали людей на мирных акциях протеста. Когда нас всех пересажали, и я в том числе там месяц отсидел. Даже абсолютно аполитичные люди стали выступать против. Вы видели вот эти абсолютно массовые вирусные видео и посты, которые выкладывали знаменитости, известные с требованием весь этот произвол и полицейщину прекратить и политзаключенных освободить. Вы видели, что крупнейший митинг собрался на Сахарова со времен болотных протестов 2011-2012 года. Это все была реакция на то, что власти начали жестить на ужесточение репрессий. Этот закон в политике работает 100%. Люди, даже те, кто, допустим, аполитично и лояльно относятся к власти, они не приемлют массового насилия. Насилие, которое несет на себе печать такой жестокой несправедливости. Потому что люди имеют право выходить мирно и без оружия за свои права. Имеют право голосовать за оппозицию на выборах, если они этого хотят. То есть, я думаю, Лукашенко тоже это прекрасно понимает. Что вот такой жесткий сценарий с закручением гаек. Разогнали, посадили, избили и, может быть, даже кого-нибудь убили. У него и так-то популярности не осталось. И вот эта вот кличка про Сашу 3% уже стала притчей во языцах. Кстати, вот они делают прикольнейшие майки психа 3%. Вот читается как психоз. Вот вы можете их увидеть на экране. И белорусская милиция их активно по всей стране изымает, чтобы народ по улицам в них не ходил. И таким образом не выражал свою солидарность с теми, кто борется за свободу и против диктатуры. Но, так вот, у него и так уже не осталось рейтингов. И, может, даже и 3% нет. Но он себя политически окончательно добьет. Если начнет жестить и перейдет к вот таким массовым репрессиям. То есть, это не приведет к тому, что Беларусь успокоится. Это совершенно очевидно. Это приведет, наоборот, к тому, что люди будут еще более массово выходить на протесты. Будет еще больше перебежчиков из числа силовых структур. Кстати говоря, там очень интересный тоже флешмоб происходит. Сотрудники силовых структур, самых разных, и милиции, и КГБ, и другие силовики, выкладывают в сеть свои фотографии со своими погонами, знаками отличия. И с надписями, вот, например, 97%. Это значит, что мы с народом, силовые структуры с народом, с какими-то плакатами о том, что они не будут стрелять в людей, не пойдут против собственного народа, если такой приказ от Лукашенко поступит. Поверьте, вот, есть еще много примеров из опыта разных диктатур, которые пытались таким силовым образом протесты подавить. Вывод следует очень простой. Как только власти начинают жестоко применять силу, это приводит к дополнительному всплеску массового недовольства и падению популярности диктаторов. Поэтому я не представляю, вот, как таким образом Лукашенко сможет удержаться. Мне кажется, что единственное, вот, стратегически долгосрочное, что помогло бы ему удержаться сегодня, это если бы он попытался пойти на какой-то компромисс. Например, вот, Бабарика выпустить и сказать, слушай, чувак, там, допустим, я тебе предлагаю компромисс, я президент, а ты премьер, да, раз у тебя такая поддержка. Вот, как-то попытаться сманеврировать, чтобы политически выжить и все-таки у власти сохраниться, да. Но он, во-первых, очевидно не отдает себе реально отчет в том, что происходит в стране. Он думает, что контролирует все, как 20 лет назад. Мы с вами видим, что все это уже ушло. Это растворилось, как дым, и Беларусь уже совсем другая. Мы прекрасно видели это в последние недели и месяцы. И второе, ну, злобный таракашка, он просто страшно уязвлен тем, что страна, очевидно, показывает, что она против него, что его поддержка развалилась, что у него там 3%, или 1%, или 0%. Его это страшно злит, он, конечно, хочет отомстить. Поэтому вот вместо каких-то там условно разумных мер по выживанию он идет на такие вот абсолютно неадекватные жесткие действия, попересажал всех своих соперников основных, и продолжаются всякие массовые задержания, избиения людей, которые выходят на оппозиционные акции. Видно, что за этим вот просматривается уязвленность белорусского диктатора. Он очень обиделся на свой народ. Народ попался ему неправильно и не любит его больше, да. Ну и вот то, что происходит, весь этот силовой беспредел, это, конечно, совершенно очевидная месть со стороны Лукашенко. И еще один такой момент, что Лукашенко абсолютно проиграл информационное поле. Просто вот раз и навсегда, полностью. Его там нет. То есть вот это напоминает мне очень сильно поздний Советский Союз, когда, знаете, вот чем отличался поздний Советский Союз, например, от того, что сейчас происходит в России, и одно из главных отличий, то, что сейчас все-таки довольно много у нас людей, которые слушают вот эту Соловьевско-Киселевскую пропаганду из телека и верят в эту дребедень, да. Этих людей не большинство, но их много. Я думаю, вы даже знаете, у вас много таких знакомых и родственников, которые вот каждый день напитываются этим ядом, и потом идут его разбрызгивать на окружающих, да. В Белоруссии все действительно больше похоже на Советский Союз, потому что тогда уже госпропаганде не верил никто. Тогда, если по телевизору показывали большой сюжет в программе «Время», какой плохой академик Сахаров или какой плохой только что исключенный из политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин, все, даже кто не знал, тут же бежали смотреть, кто это, раскупали все его портреты, и сразу становилось понятно, что если тебя ругают в программе «Время», значит, это хороший человек. Вот сейчас в Белоруссии абсолютно такая же ситуация, то есть он уже не убьет YouTube, он уже не убьет вот эти новые независимые каналы распространения информации, которые для белорусов служат серьезной, единственной, важной альтернативой вот этой государственной пропаганде. В пропаганду никто не верит и больше не поверит, поэтому здесь вот вопрос такой. Лукашенко стране нечего предложить, кроме пуль, дубинок и тюремной решетки, да. Вот у него больше ничего, никакого позитива, у него в кармане нет, который он мог как фокусник достать и всем предъявить, да. С экономикой, вот еще один момент, мои дорогие, который, конечно же, лежит в основе всего, и нам нельзя о нем забывать. С экономикой не будет ничего хорошего, ничего хорошего, будет только хуже и хуже, потому что лукашенковская экономическая модель, которую он выстроил за эти четверть века, ну, она совершенно непригодна, ее в пищу употреблять нельзя. Она может только сидеть на шее на российских субсидиях, но Путин не готов больше Лукашенко давать субсидии, только в обмен на поглощение и политическую интеграцию, когда Беларусь фактически перестанет быть независимым государством и попадет под путинский сапог. Вот только на таких условиях Путин очень четко дал понять, что готов давать ему деньги, и таким образом вот у него нет плана и нет выхода. С западом отношения тяжелые и скорее всего станут еще более напряженными, если Лукашенко продолжит весь этот репрессивный беспредел. Россия денег не дает, говорит, давай поглощайся или ни копейки не получишь. Сама белорусская вот эта вот государственно-монополистическая плановая постсоветская экономика, она производить рост не в состоянии. Она основана на неэффективных госмонополиях, там задавлена предпринимательская инициатива, задавлена деловая экономическая активность обычных граждан и белорусов. Поэтому здесь еще идет на него лавина, и кроме вот этих всех проблем еще и экономическая ситуация, ему выпутываться будет очень сложно. Поэтому смотрите, здесь конечно же все сценарии возможные, то есть конечно он вот уже дал понять, что он будет цепляться за власть, бить, сажать, там возможно убивать, кстати это не редкость для Беларуси, там Лукашенко и его клик, к сожалению, ответственный за многие политические убийства. Я думаю, что он еще поэтому боится отдавать власть, потому что понимает, что сядет за все, что он натворил за эти долгие годы. Но вот сейчас мы видим, что он так вот делает замах на жесткий сценарий. Как мы говорили вам в прошлой передаче, он угрожал андижанам, то есть говорил, что можем повторить вот события 2005 года, когда узбекских диктатор Ислам Каримов в физическом смысле боевыми расстрелял демонстрантов, протестных демонстрантов в Андижане в 2005 году. Лукашенко говорит, вот будете выезживаться, мы сделаем с вами как в Андижане. Все это может быть. Но я не знаю примеров, когда абсолютно потерявшая поддержку народа диктатура могла бы долго так удерживаться на штыках. Тем более все-таки Беларусь это европейская страна. Это современные европейские люди. Вот они не будут долго это терпеть. И таким образом вот что может получиться? Если даже, допустим, он сейчас всех разгонит, нарисует себе выборы 9 августа и назначит себя на новый срок, то политический кризис на этом не закончится. Никто просто этого не заметит и не поверит. Беларусь продолжит протестовать. Вот примерно так, как мы видели в последние месяцы и недели, скорее всего, то есть эта нестабильность будет настолько угрожать вообще, в принципе, нормальному функционированию Беларуси как политической и экономической системы, что вопрос об уходе Лукашенко от власти, он так или иначе встанет ребром в ближайшее время, даже если он нарисует себе итоги президентских выборов и всех посадит. Если говорить о том, что будет дальше, я хотел сказать о нескольких вещах. Во-первых, вот об этих оппозиционных кандидатах к президенту. Мы в прошлой передаче выслушали мнение Натальи Радина и главреда Харти 97 об этих людях, но я хотел бы немножко добавить здесь от себя. Во-первых, вот про этих двух, ну скажем так, системных кандидатов, людей, которые долго были в системе и были абсолютно лояльны власти, это Виктор Бабарико и Валерий Цыпкало. Сначала о них. Вы знаете, во-первых, я вот хочу сказать, что я посмотрел несколько интервью с ними. Это было довольно тяжело делать, потому что реально немножечко клонит в сон. Я думаю, что многие согласятся с этим. То есть мы не видим вот таких харизматичных политиков, которые говорят, я вижу будущее, я знаю, куда вести мою страну, там, голосуйте за меня, мы построим прекрасную Беларусь будущего и так далее. Обычные чиновники. Посмотрите, кстати говоря, как они с журналистами разговаривают, это очень интересно. Вот как должен вести себя харизматичный кандидат в президенты? Он должен убеждать, он должен искрить, он должен давать понять, что вот с ним у вас наконец-то все в жизни станет хорошо, да? Как разговаривают эти ребята? Они говорят там, типа, чего тебе надо? Не скажу, это вот не был я руководителем предвыборного штаба Лукашенко в 96-м году, это вы все врете, да? Это Валерий Цыпкало, который реально работал тогда в его штабе и был одним из архитекторов вот той первой победы Лукашенко, да? Ну, то есть это разговор бюрократа с журналистом, такой классикой пресс-конференции, уход от ответа и забалтывание, значит, с какими-то там номенклатурными речевыми конструктами, конечно, никакой харизмы, никакой политики в этом не видно. Видно, что это номенклатурные кандидаты. Интересный вопрос, который вот мне часто задают, в том числе после нашей прошлой программы, являются ли эти люди какими-то марионетками? Там из разной версии, либо это просто такие заведомые спарринг-партнеры Лукашенко, либо это, возможно, здесь есть рука Кремля. Кстати, вот, когда Лукашенко посадил Бабарика и открыл уголовное дело против Белгазпромбанка, который Бабарика вот до недавнего времени возглавлял, Белгазпромбанк это стопроцентная дочка Газпрома. Ну, там разные доли принадлежат разным газпромовским хвостам, но дайте для простоты так, да? Вот, и здесь как бы многие начали говорить о руке Кремля, вот Бабарика в интервью спрашивали, типа, а вы встречались с Путиным, а не стоит ли за вами рука Москвы там и так далее, да? Ну, вот, смотрите, здесь я хочу сказать одну простую вещь, ребят. Я очень хорошо знаю, что такое Газпром. Возможно, вот, из всех людей, которые публично не боятся об этом говорить, возможно, я знаю Газпром лучше всех. Я шесть лет регулировал эту компанию, когда работал в российском правительстве. Я был автором даже не одной, а двух, на самом деле, концепций реформы и разделения Газпрома в 2000-м, потом в 2002-м году. Я лично был главным автором этих проектов реформы, и я знаю там все практически высшее руководство Газпрома, что при Вяхереве, что при Миллере. Я очень хорошо понимаю, как эта система работает. Вот я полностью для себя исключаю такую ситуацию, что человек, который 20 лет возглавлял крупную дочернюю компанию Газпрома, вдруг перед президентскими выборами снимается, уходит и выдвигается как независимый кандидат против диктатора Лукашенко, вот что этот человек делает это самостоятельно, я лично для себя исключаю это абсолютно. То есть, вот, например, я не верю, скажем, в существование Лох-Несского чудовища, я считаю, что это придумки все, но, наверное, вот там чисто математически вероятность, что оно все-таки существует, она где-то там 0-0-0 с чем-то, но все-таки выше нуля. Вот то, что Виктор Бабарико действует самостоятельно после того, как 20 лет возглавлял дочку Газпрома, там не бывает такого. Здесь вероятность равна нулю, это первое. Поэтому здесь вот, конечно, сразу возникает вопрос обо всей вот этой вот руке Кремля. Я думаю, что, конечно же, еще раз, методом исключения, Кремль не мог не поучаствовать в этих президентских выборах. Очевидно совершенно, что Лукашенко Путина достал своей несговорчивостью, то, что он поглощает огромные путинские субсидии, но при этом не сдается политически и не хочет превращаться в очередной там субъект Российской Федерации, как хотел бы Путин. Конечно, Путин хочет Лукашенко сменить. Я думаю, что 100% они какие-то такие комбинации здесь продумывали. С другой стороны, вот очень важно про Кремль. Кремль в этом плане не готов рисковать дестабилизацией ситуации и демонтажом диктатуры, освобождением Беларуси. То есть здесь вот это для него такая красная черта, абсолютно неприемлемая. Если избавление от Лукашенко произойдет ценой демократического перехода и превращения Беларуси в свободную страну, то вот на это Путин точно не согласен. Тут он скорее будет Лукашенко защищать. Он хотел бы поменять его на более лояльного чувака методом каких-то там подковерных вот всяких игр. Я уверен, что у них с Бабарикой есть какая-то некая связь, да. Но это не значит, что за Бабарикой не надо голосовать. Ребят, вот сейчас многие из вас, кто, может быть, подумал, что я пытаюсь вас как-то агитировать против Бабарикой. Нет. Я считаю, что голосовать на этих выборах надо за любого кандидата против Лукашенко. И если будет там, допустим, второй тур, то за того, кто выйдет во второй тур, Бабарико, даже со всем его гаспромовским прошлым, значит Бабарико. Вот здесь очень важный такой момент. Почему это важно? Потому что в Беларуси главная проблема это вот этот такой устоявшийся институционализированный диктатор, который сидит 26 лет у власти. Он оброс всеми возможными методами защиты и обороны своей диктатуры. И главная задача сейчас вот это дело ковырнуть. Мы знаем, история знает очень много примеров таких переходных президентов и руководителей, которые сменяли многолетнего диктатора, но при этом оказывалось, что это открывает дорогу для уже более широкого движения за демократизацию. И через шаг их убирали тоже, и приходила свобода. Ну вот яркий пример, скажем, это Южная Корея, где мы рассказывали, делали отдельную передачу про Южную Корею, где вот в 70-е и 80-е годы там страна бурлила, были массовые протесты против диктатуры Пак Чен Хи, 80-е диктатора Чон Духуана, там даже гибли люди, их буквально в смысле расстреливали, это все было очень жестко. Но в итоге на выборах 87-го года диктатор Чон Духуан ушел, и его сменил вроде как тоже представитель системы, абсолютно лояльный старой диктатуре, президент РОДУ. Получилось следующее, что когда приходит вот такой новый, более слабый лидер, то ситуация дальше идет уже, как Путин любит говорить, в раскачку, да, и люди уже чувствуют успех и начинают с новой силы требовать освобождения. И, собственно, вот этот президент РДУ в Южной Корее, он правил всего несколько лет, на следующих выборах они были уже абсолютно демократические, и выиграла оппозиция. Таким образом, вот получить такого, даже, допустим, Путина зависимого, но какого-то более слабого лидера, чем вот этот сильный окопавшийся диктатор, это все равно лучше. Еще один такой, кстати, более релевантный к нам пример, это ГДР, бывшая Восточная Германия и Германская Демократическая Республика. Там много лет ее возглавлял, на самом деле, самый жестокий диктатор из всего коммунистического блока, но, может, он только с Чаушеском может конкурировать. Очень злой человек, злой гений Восточной Европы Эрих Хонакер, лидер Коммунистической партии Восточной Германии, который, кстати, вот знаете, мы делали здесь передачи про крушение Берлинской стены и про освобождение Восточной Европы от коммунизма в 1989 году, мы много об этом говорили, и я вот, поскольку 30 лет этим событием исполнилась в прошлом году, я очень много это все обсуждал с европейцами, и в том числе с непосредственными участниками событий вот из Восточной Европы, событий бархатных революций 30-летней давности, вот они как раз говорили, что мы тогда боялись больше всего, даже не Советского Союза, и не то, что Горбачев пришлет танки, мы боялись Хонакера, боялись его штази, боялись его полиции, и что приедут абсолютно жестокие ГДРовские, от зубов вооруженные силовики, и всех нас перестреляют, да, и вот, собственно говоря, получилось следующее, что когда в Восточной Германии нарастали протесты, то его собственное политбюро взяло и отстранило Хонакера, чтобы попытаться спасти коммунистическую власть, и ему на смену пришел новый лидер, которого звали Эгон Кренц, он был гораздо слабее, хотя вроде тоже человек из системы, и они пытались, назначив нового лидера, ее сохранить. И он не удержал ситуацию. То есть это все буквально через недели пала берлинская стена, через месяцы там прошли демократические выборы, где выиграл Христианско-демократический союз ГДР, который выступал в поддержку объединения Германии, и все. Поэтому вот мысль в чем? Что вот такой более слабый переходный лидер, даже если он выглядит системным человеком, это все равно лучше, чем многолетний жестокий диктатор, который полностью в курсе ситуации, полностью держит власть под контролем, и привык действовать в том числе жестокими методами для ее удержания. Поэтому вот при всем том, что я говорю о том, что я откровенно подозреваю Бабарика в связях с Москвой, но тем не менее, смотрите, здесь вот, друзья мои белорусы, это уже такое дело, когда ситуацию нельзя будет выпускать из ваших собственных рук. Допустим, теоретически, если Бабарика стал бы президентом, надо давить на него дальше и требовать, чтобы Беларусь не ложилась под путинскую пятку, а все-таки продолжила, как нормальная демократическая страна, чтобы были восстановлены политические и гражданские свободы, проведены выборы и так далее. Если это все пройдет, то будет уже не так важно, где раньше работал Бабарика и как он связан с Газпромом и с Кремлем. Надо добиваться будет дальнейшего освобождения страны. То же самое я хочу сказать про вот этого второго системного кандидата Валерия Цыпкала. Тоже он большого доверия не вызывает. Ну реально, вот с журналистами разговаривает как начальник от вопросов о своем прошлом и работе на Лукашенко. В общем, ну он не уходит, но ответы его неубедительны. Кстати говоря, я считаю, что скорее всего так похоже, что сейчас все кандидаты основные сдали подписи в избирком для регистрации. Похоже, что судя по тому, что основные соперники Сергей Тихановский и Виктор Бабарика сидят под арестом, я думаю, мой прогноз, что скорее всего им откажут в регистрации, а допустят вот этого Цыпкала. Вот посмотрим, как будет. Ну вот у меня почему-то такое ощущение, да. А несмотря на то, что Цыпкала в этой ситуации выглядит каким-то сомнительным, достаточно мутным персонажем, голосуйте все равно за него, если он будет основным кандидатом. Все равно надо голосовать за того, вот как по системе умного голосования, который организует, успешно организует здесь в России Алексей Навальный, за того, кто имеет наибольшие шансы победить диктатора. Вот это очень важно, да. Поэтому здесь, скорее всего, конечно, Лукашенко не будет проводить президентские выборы. По сценарию там он один и кнопочка там против всех, да. Он кого-то допустит, потому что в условиях такой тотальной потери легитимности, ну это будет для него просто фатальный удар. Просто взять и одного себя там и нарисовать себе 99 процентов. Ну никто не поверит в это, да. Поэтому он допустит кого-то, вот видно уже, что поскольку там методом исключения Цыпкала не арестован, значит, скорее всего, возможно, это будет он. Он, значит, я бы, честно говоря, вот если будет так, то я бы всех призывал голосовать за него. Но посмотрим. Вот к вопросу о том, что дальше. Сейчас там до 5 июля должна закончиться процедура вынесения решений по регистрации кандидатов по подписи. Вот там посмотрим, кто останется. Мы еще к вам со всем этим вернемся. Но здесь я еще несколько слов хотел сказать вот о чем. Я действительно отсматривал все вот эти интервью и выступления кандидатов президента Белоруссии. И на меня, конечно, совершенно потрясающее впечатление произвела Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского, того самого видеоблогера с Ютуба, который стал основным протестным кандидатом и сейчас сидит под арестом. Кстати, жестко очень сидит. Его там на две недели посадили в карцер. Я не знаю, что будет на момент, когда эта программа выйдет в эфир. Но вот по состоянию на сейчас, когда мы ее записываем, он больше 10 дней сидит в карцере. Это очень узкое помещение, где нельзя ни сидеть, ни лежать. Ему только с 22 до 6 утра откидывают какую-то жесткую кровать. Ну, я как бы, поскольку сам сидел, не в карцере, правда, но я понимаю, о чем идет речь. То есть это фактически пыточные условия. Там все время горит свет. Там он еще жалует, что там мокрое помещение подтекаемое, там плесень и так далее. То есть это реально просто пытка. И это очень опасно для его здоровья. И вот я посмотрел интервью с супругой Тихановского Светланой. Вы знаете, это фантастика. То есть это потрясающая женщина. Она не политик. Как мы и говорили в нашей прошлой программе с Наташей Радиной. Светлана Тихановская не политик. Она даже вот, ну, понятно, что это новое занятие для нее. Что ей не просто дается вот выступать с какими-то политическими речами и интервью. Но она так мужественно себя проявляет в этой ситуации. Она говорит такие правильные вещи. О борьбе белорусов за свободу и за лучшее будущее. При всем том полицейском прессинге, который существует в Беларуси. А поверьте, он часто более жесткий, чем у нас здесь в России. То, что она вот держится так мужественно и ведет вот эту компанию в отсутствие мужа, пока он арестован. Ну, вот это полный контраст с вот этими номенклатурно-системными кандидатами. Откровенно говоря, вот я переписываюсь со многими белорусами. Они вот спрашивают меня, кого поддерживать. Мы обсуждаем там разные кандидатуры. Ну, вот. То есть это совершенно очевидная история. Вот, если бы всех допустили, да, то к чертовой матери этих номенклатурщиков. И даже Сергей Тихановский сделал очень много для Беларуси, раскрыв глаза там многим сотням тысяч жителей этой страны. На то, как на самом деле убога Беларусь при Лукашенко живет. И как он в диктатор в своей стране все завалил, да. Но Светлана, его жена, совершенно потрясающий человек. Который вот оказался, что, ну, она посильнее многих мужиков будет. И умеет держать удар в такой ситуации. Это производит очень сильное впечатление. Посмотрите. Это просто классно, что в Беларуси вообще есть такие люди. И что Беларусь вот просыпается, да. И дает нам такие вот подарки, которые, я надеюсь, что в итоге перейдут в качество. И помогут освободить эту замечательную страну. Поэтому, на мой взгляд, вот ситуация здесь очень простая. Что, конечно же, Сергей Тихановский и его жена Светлана. Ну, это такая прям яркая, нормальная, человеческая альтернатива всей этой номенклатурщины. Но, если говорить о номенклатурщине, если кто-то из них останется в бюллетене, а Тихановскую, например, не зарегистрируют. Ну, конечно, надо голосовать за номенклатуру. Не важно. Сейчас это все не важно. Даже вот любой такой мутный, непонятный, номенклатурный, возможно, прокремлевский кандидат, если он станет президентом вместо Лукашенко, это уже лучше. Опыт других диктатур показывает нам, что такой более слабый переходный президент. Его можно потом быстрее снести и вернуть в Беларусь полноценную демократию. Два слова о том, что сейчас будет происходить. Я уже назвал дату. То есть, 5 июля это последний срок вынесения решений по регистрации кандидатов. И дальше остается чуть больше месяца на уже избирательную кампанию. То есть, будет ясно, кого Лукашенко не допустит. Скорее всего, основных оппонентов постарается не допустить. Но кто-то там будет. И, на мой взгляд, первое, что надо делать, это обязательно идти голосовать и поддерживать вот этого кого-то. То есть, любого независимого кандидата, который имеет шансы выиграть у Лукашенко, это раз. Второе, скорее всего, будут массовые протесты, если будут приниматься решения об отказе оппозиционным кандидатам. И вот здесь первое, к кому я хотел обратиться, к своим международным европейским и американским друзьям. Ребятушки, вы не сидите тихо, пожалуйста. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, как этот взорвавшийся сволочь мучает свою страну. Что он делает с людьми? Это просто невероятная жестокость. Я уверен, вот особенно мои друзья из Европейской Народной Партии, мы с вами это постоянно обсуждаем. И давайте как бы доведем это до каких-то серьезных шагов действий. Надо этому усатому гаду четко дать понять. Мужик, будешь жестить, получишь понус. Будут серьезные санкции, таких как ты не видел. Это первое, что я хотел сказать. И второе, что я хотел сказать. Я хотел обратиться к нашим дорогим белорусским друзьям, которые нас сейчас смотрят. Ребят, вы просто невероятные, потрясающие. Мы очень-очень вас любим. И ужасно симпатизируем и внимательно следим за всем, что у вас происходит. Вы наконец-то решились на невозможное. Мы все ждем, вот все, кто живет в постсоветских диктатурах. Мы, конечно же, стараемся приблизить наше освобождение. Но вы сейчас ближе всех к этому. Из всего нашего вот этого диктаторского семейства, вы сейчас к этому ближе всех. И вы огромные молодцы, что вы ходите и не боитесь, несмотря ни на что. Мы знаем, мне многие люди пишут, вы знаете, нам страшно. И я вас прекрасно понимаю, потому что у нас происходит здесь похожая чертовщина. Я хорошо понимаю, о чем речь. И это так здорово, что вы не боитесь и боретесь за свою страну и за ее лучшее будущее. Пожалуйста, не прекращайте этого делать. Может быть, впереди будут жесткие и трудные времена. Но свободная Беларусь, это будет просто здорово и прекрасно для всех нас. Если вы, наконец, этого гада с трона сбросите, то это, безусловно, повлияет и на освобождение России. А если Россия будет свободной, когда Россия будет свободной, то это будет означать мир и процветание для всего бывшего советского пространства. Не будет больше никакой русской угрозы. Все мы сможем жить в мире, в свободе и строить нормальное будущее для себя и своих детей. Но сейчас вот эта площадка борьбы за свободу, она находится у вас. Боритесь, не опускайте руки, как бы ни было трудно. Мы очень симпатизируем вам. Будем продолжать все эти ваши события освещать, все ваши протесты поддерживать. Пожалуйста, скиньте, наконец, этого таракана. Мы уже все устали от него, невозможно, за все эти годы. Я надеюсь, что верю, что Беларусь будет свободной. Живе, Беларусь! Мы вас очень любим. И вернемся к вам вскоре с новыми специальными выпусками про то, что в этой нашей замечательной добрососедской стране происходит. И я хочу добавить несколько слов о моих европейских, особенно европейских, моих европейских, моих европейских партий, моих европейских партий, моих главных партийских организаций в Европе, Дональд, Манфред и все мои друзья, пожалуйста, подпишитесь, что происходит в Беларусь сейчас. Это очень важно. Это самый важный аренал для защиты для свободы, и без autocracy на всю пост-Советскую страну. И этот диктор Лукасшенко, он делает абсолютно хорошее, в его борту, против свободных протестов в этом мире. Вы cannot и не должны оставаться в течение пола. Вы должны поговорить с одной голосом, и вы должны ответить, и вы должны следить за серьезные sanctions, против Беларусь диктейрера. If only Lukashenko tries to prevent democratization and bringing freedom to Belarus through repression, as he used to do over the years. We saw that. We cannot let this happen again. Do not be silent. I call you to take very serious steps and serious sanctions against Lukashenko, demanding release of all the political prisoners, stopping all the repressions and allowing free and fair democratic elections to happen on the 9th of August in Belarus.